Книга «Открытым оком», тема «Старообрядцы», том 12, вопрос 2655. Интерес к старообрядчеству среди определенной части русской интеллигенции в последние годы возрос во многом благодаря статьям и выступлениям Александра Гиревича Дугина. Как вы оцениваете деятельность этого философа и общественного деятеля? Ответ. «Откровенность» и историческая правда, которая прозвучала в публикациях А.Г. Дугина, меня очень поразила в свое время. Я очень высоко ценю его смелость, эрудицию, богатые исторические знания, а самое главное – активность, которая недостает нам, старообрядцам. «Разумеется, мы не можем считать Александра Гиревича своим, потому что он является прихожанином единоверческого прихода Московской Патриархии. Тем не менее, у нас всегда находится о чем поговорить при встрече, и наши стремления и планы во многом созвучны». Конец цитаты. И эту цитату старообрядцев комментирует Игнатий Лапкин. «У старообрядцев единственная и главнейшая проповедь с каждым встречным и поперечным – «Ты еретик, переходи к нам». «И это у них во веки веком. И если к ним расположен человек и понимает все правильно даже о них, но не с ними в одном храме, то он далек от них. И они его видят только погибшим, потому что в их представлении Бог только старообрядцев любит и сам похож на старовера». Числа 23.19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Марка 9.40. «Ибо кто не против вас, тот за вас». Желание мое и о народе русском, ему во благо вечное, на пользу. Путь в царствие не я же сделал узким, сушко игольное, не меридианов кольца. «Но если сбудется, о чем уже сказал, за этим могут воины быть и голод, повыплачит страна свои глаза, когда последний сын пред ней будет заколот. Плененье косоглазой желтизны и черноты кинжальной очень грозной, дочь изнасилуют, князей будут казнить, и это все на благо и душе на пользу. Так хочется ли быть в раю спасенным, от ржавчины очищенным при жизни? Глоток искать в разбитом водоеме, акафисты не петь прошедшим коммунизмом. Гнев Божий выхлебать и чашу опрокинуть, облизывая жадно черепки, спаси и сохрани, стал лозунгом прокинном, когда отнимет враг последние портки. Да было бы все это к покаянию, к принятию распятого Иисуса. Разбойничали ли вы, теперь в звериной яме от темноты и зарения потускло? Желаю зрение духовное добыть, и Библию в руках иметь, и в изголовье, всем сердцем иегову полюбить, он пусть Россию в сеть свою ловит. А будет ли в чертогах и в лачугах достаток полный или нищета? Нужду Бог знает, скоро уврачует победы, в поражение засчитать. В слезах, с желанием в молитве исхожу. Мой вопль достигнет ли слух Бога Саваофа? В меня поток хулы, иду как по ножу. Спасение России, вот моя Голгофа. 30 марта 2005 год, Игнатий Лапкин.